Полтора месяца остается до дня города. В августе столица Чуваши отметят 550-летие. Об этом будем говорить сегодня с главой города Евгением Кадышевым. Евгений Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. И вот у меня сразу первый вопрос. То, что столица наша отметит 550-летие, вот что это означает для горожан? Это ведь не просто праздничный день с концертом и салютами. Совершенно верно. 550-летие – это значительный праздник. Это праздник всего города и не праздник одного дня. Во-первых, это большая работа города, городской администрации. Работа по благоустройству города, работа по дорогам, работа по дворам, работа по общественным пространствам. В этом направлении сейчас в городе ведется очень большая деятельность. Вы прекрасно знаете, что город участвует в федеральной программе, целевой программе «Безопасные качества дороги». За прошлый год в городе было отремонтировано, в принципе, вот в целом 62 дороги было отремонтировано. Это ни много ни мало, где-то 65,5 километров дорог только в городе. Деньги были в свое время насвоены, работы были произведены качественно, была соответствующая приемка. Сейчас горожане могут уже видеть, какие качественные дороги в городе. Уже в течение 2019 года сейчас по 16 адресам, по 16 участкам дорог отремонтировано 18,5 километров. И что очень приятно, то в этом году по программе «Безопасные качества дороги» параллельно с магистральными дорогами уже ремонтируют за счет вот этой программы еще и тротуары, что не было ни в прошлом, ни позапрошлом году. Ну да, из того, что я вижу лично Максима Горького, очень масштабные работы и тротуары там как раз сейчас новые закладываются, ремонтируются. А вот как определяется, какие направления работы необходимо сделать вот уже сейчас, например, ко дню города? Какие еще могут подождать? То есть как мы определяем направление работы, которое необходимо начать прямо сейчас? Ну, необходимые направления работ видны всем. Недостатки в городе, к сожалению, дыры на асфальте растут быстрее, чем их пытаются администрации латать и класть новые дороги. И вот исходя из этого существуют федеральные программы, где с помощью кабинета министров Чувасской республики и лично Михаила Васильевича Игнатьева, главы республики деятельности, удается участвовать в этих конкурсных проектах на федеральном уровне и выигрывать эти конкурсные проекты по заявкам, по проектам и заявкам, которые готовит город. И вот сейчас вот в этом году только по безопасным качественным дорогам у нас финансирование около 985 миллионов рублей с софинансированием республики, с софинансированием города. И все это останется здесь, останется в Чебоксарах и все эти дороги будут служить людям дальше. Это очень внушительная сумма, получается, которая вкладывается именно в дороги. Конечно, потому что инфраструктура, дорожная инфраструктура, и вы прекрасно знаете, как вот проект сейчас осваивается, это Сугутский мост, который требует капитального ремонта, и только на один проект Сугутского моста выделено 181 миллион рублей, которые нужно освоить в течение двух лет. Кстати, по мосту как раз обещали ко дню города, да, по-моему, открыть проезд по одной из частей? По одной из частей проезд открыт будет. И как раз вот хочу сказать, что по Сугутскому мосту вот эти деньги и этот проект был поддержан как раз с помощью Михаила Васильевича Игнатьева. Если говорить не только о дорогах, да, комфортная среда, что такое комфортная среда для горожан? Дворы хорошие отремонтированные, а детские сады, вот в этом плане, как у нас ко дню города? Ну, здесь город никогда не строил столько ко дню города детских садов, как сейчас. Ведь только представьте себе три детских сада в Новом Городе. Один детский сад на микрорайоне Соляной, который уже сдан. 220 мест, прекрасный детский сад на День Республики. Михаил Васильевич Игнатьев его принял, открыл, и остался, все горожане остались довольны, что такой прекрасный детский сад со всякими тематическими группами. Ведь другие детские сады, не тогда, когда мы туда ходили, там уже теперь и музыкальные классы, и уже какие-то там... Бассейны обязательно, наверное, да? Бассейны, какие-то классы свины, камеры. Я хочу сказать, что строится новый детский сад в поселке Сосновка, что тоже очень значимо для города. Сосновка – это часть территории города. Согласна, были, видели, действительно. Два детских сада строятся на Богдана Хмельницкого, один детский сад на Университетской, на Ленинском Сомоле. Так что это масштабное строительство. Программа «Комфортная городская среда» в принципе предусматривает сейчас, если касаться дворов, то есть общественные пространства, которые сейчас подлежат реконструкции, подлежат вот такому качественному, качественной трансформации. Где-то около чуть-чуть 170 миллионов рублей, которые идут на эту программу. Ну, во-первых, это реконструкция Афанасьевского пляжа. Сейчас очень актуально. Лето, жарко, Волга, День города. Не просто пляжи, а к пляжу будут реконструированы и подходы, спуски. Веденский спуск, который есть около церкви. Афанасьевский спуск в конце улицы Афанасьева тоже будет реконструирована. Это будет красивейшая лестница, как произведение искусства, будет и там, и здесь. Она будет вечная, она будет очень такая архитектурная, интересная, сделанная. Затем идет у нас реконструкция, вы уже заметили, на площади республики. Около, вокруг вот этого небольшого храма идет реконструкция покрытия. Где сейчас... Да, там кладут плитку, да, если они... Совершенно верно, кладут плитку вместо вот этого морально устаревшего покрытия, которое портило обувь горожанам. Теперь там будет очень красиво, очень наглядно. Но это лицо города. Это центр города. Это центр нашей Чувашской республики. Это правительство Чувашской республики здесь. И, конечно же, вот это вот общественное пространство тоже очень значимо. Еще такой вопрос задам. Вот все-таки, наверное, садики мы строим и дороги ремонтируем. Это же не только потому, что у города юбилей. То есть даже если бы город измечал не 550 лет, да, а какую-нибудь другую дату, наверняка же все равно бы мы это делали. А что будет, какие пространства у нас появятся, не знаю, именно к празднику? Я знаю, что у нас появилась ладья в парке 500-летия, да, именно такой арт-объект. Около театра оперы и балета появляется, по-моему, какая-то композиция. Как еще будем украшать город? Город будет украшен. Я не хочу раскрывать все интриги. Хочется, чтобы была небольшая тайна. Город будет украшен. Праздник будет проходить на многих площадках. Это, во-первых, в 550 лет. Парк 550 лет. Это Кадетский сквер. Территория около магазина Шупашкар. Это центральная улица Ленина, проспект Ленина и улица Карла Маркса. Это тоже будет центральной нашей площадкой проведения праздника. А вот все-таки денег нам на все хватит, что запланировали? Ну, как не хватить? Деньги расходуются по мере их поступления. Поэтому, в принципе... Ну, то есть, это все запланировано, заложено, да? Да, на празднование Дня города оно должно хватить. Если все-таки говорить про облик города, вот всегда есть обязательно какие-нибудь две ложки дегтя, которые всю бочку с медом портят, да, например. Вот парк Амазония тоже. Уже очень сильно преобразился парк 500-летия, или, да, парк Амазония, как сейчас говорят. Но все-таки от того, что мы видели на градосоветах, пока далеко. Вот здесь тоже как работаем? Все-таки продвигаемся? Ну, парк Амазония, я вам хочу сказать, как житель, который уроженец коренного жителя Чебоксара. Когда мы учились в Чувасском университете, в этот парк Амазония вводили... У нас там была практика геодезическая, конечно. Да, вводили наши студенческие взвода с военной кафедры для того, чтобы они там прятались на местности. Да, полевые условия были. В этот парк нельзя было так называемый днем ходить даже с такой вот интеллигентной компанией. Под каждым кустом там были кострищи, разбитые бутылки. Что сейчас происходит? Это огромный шаг вперед. Ну, конечно, это небо и земля. И уже сейчас там идут прокат велосипеды. Сейчас уже гуляет очень много людей там. И фонтаны, и растут писающие клубы. И какая колонная группа. Какие вот эти исторические персонажи. Это очень красиво. Но все-таки не остановимся на этом? Нет, конечно. Насчет праздника. Насколько это будет масштабно? Я правильно понимаю, что это должно быть более масштабно, ярко и красочно, нежели рядовой день города? Конечно, у нас рядового дня города не бывает. У нас каждый год это праздник. А 550, естественно, здесь кроме официальных делегаций, будет проведена вот такая вот ассоциация городов по Волжье. Ну, это вот деловая часть, будет очень широкая деловая часть. Приедут очень значительные гости. Ну, и, конечно же, мы сейчас стараемся, чтобы был праздник уже очень сильно заметным для горожан. Ну, и полюбившиеся нашим горожанам – это вот эта вот авиационная группа стрижей. То есть в этом году прилетели? Это уже считается… Уже достигнут это договоренность. Да, достаточно сильно будет отличать наш праздник от прошлого года. В этом году зарядка со звездой планируется. Вот олимпийский чемпион Дмитрий Пирог, чемпион мира по боксу, который покажет свою личную зарядку. Но с этого и начнем, да? Да, там будут олимпийские чемпионы. Это будет очень здорово. И они сами хотят приехать. Они готовы, изъявили желание. Вот это он, Дмитрий Пирог, депутат Государственной Думы. Он был здесь на открытии турнира по боксу. И когда узнал, что у нас такая проводится зарядка со звездой в День города… Конечно, у нас все рекорды в Гиннесе. Обязательно, говорит, приедут. Вот так же будет по акватлону. Будет вот этот вот праздник, я считаю, спортивный праздник по акватлону. Будет очень много еще сюрпризов. Один из них – это такое фееричное шоу, такое вот мультимедийное, с пиротехническими эффектами, которого город еще не видел. Традиционный салют будет немножко нетрадиционный, он тоже будет очень ярким, красочным. Будет парад техники нашей, такой жилищно-коммунальное хозяйство, которое обслуживает дорожные техники. Это все тоже очень значительное, очень серьезное. Ну и все остальное. А вообще вот цифра 550, конечно, сейчас, да, все, наверное, уже знают. Мне кажется, наши телезрители, что это цифра, которая еще, ну, вернее, возраст, который ведется с момента якобы упоминания в летописях, да, а не якобы города Чебоксара. Вы как все-таки думаете, Чебоксарам 550? Ну, конечно же, я сторонник того, что Чебоксарам на 300 лет больше. Прямо на 300? Почему так? Ну, потому что здесь город Чебоксары, упоминание в летописи, это понятно. Он уже увидел город, который уже был. Здесь была ночевка войск Ивана Грозного перед тем, как они пошли на Казань. Уже в 13 веке, вот датируется 13 веком, находка – это кусок кирпича. В принципе, для сельского поселения кирпич не обязательно. А чак можно было сложить из камней, из валунов, из всего, и, в принципе, заниматься сельским хозяйством. Сельским хозяйством заниматься было негде. Вокруг были леса. А очень удобное место для города именно было для ремесленников. И это место было как раз традиционным, как бы сказать, местом отдыха тех, кто направлялся сверху их Волги вниз. Как раз переход, суточный переход по Волге заканчивался вот в районе города Чебоксар. И это было очень давно. И это уже существовало, ведь судоходство по Волге было, это древнейший вид, был перевозки грузов. В общем, находки свидетельствуют о том, что, возможно, город даже старше, чем заявленный. И вот если находка кирпича свидетельствует о XIII веке, то его же надо было сделать, до него надо было дорасти. И поэтому я считаю, что город был ремесленный. То есть поселение было ремесленное, это значит, что это город. Это не аграрная такая вот, не аграрная часть населения, да, не деревня, а именно город. И развивались ремесла, которые превратились потом в эти вот наши промыслы, которые дошли до нас по источникам. У меня к вам вопрос не как к голове города, а как к горожанину. Вот Чебоксар, что для вас это такое? Ну-ка, Чебоксар мой родной город, я здесь родился и вырос. Здесь родились мои дети, здесь прошла моя школа, детский сад, юность, и все здесь было. Ну вот, наверное, свою родину любят все, а все-таки за что еще вы любите наш город? Знаете, когда идешь по городу и вспоминаешь, где тебя на руках нес твой отец, и приходя вечером, разговаривая с ним, говоря о том, что сейчас вот на этом месте, где была когда-то вот такая вот ваза или куда-то меня ставил и показывал в ту сторону, сейчас вот такое-то, такое-то строение. Вот и то, что город становится еще красивее, конечно же, заставляет только его любить все больше и больше. Ну что ж, спасибо большое. Я напоминаю, мы беседовали с главой города Чебоксара Евгением Кадышевым.